И мы начинаем наш сегодняшний вебинар, посвященный созданию интернет-магазина. И первое, на что я хочу обратить ваше внимание, перед вами на экране адрес сайта, на который сейчас очень желательно зайти. Там будут некоторые ссылочки, которые вам пригодятся в нашем сегодняшнем вебинаре. Потому что сегодня мы попрактикуемся изначально сразу с информацией, а дальше вы посмотрите, как создавать интернет-магазин на движке PrestaShop. То есть при создании интернет-магазина все в основном ориентируются на создание CMS, на создание движка. Безусловно, это очень важно и очень нужно, и мы это рассмотрим. Но первым вопросом, который вам необходимо рассмотреть, это подготовить все необходимое для создания вашего интернет-магазина. Потому что материалы, которые вы заготавливаете, это основа. Если они у вас будут, то вы сможете создать интернет-магазин быстро и на любом движке. Поэтому перед тем, как создавать интернет-магазин, вы должны, первое, подготовить список товаров, разбить их по категориям, подготовить описание и фотографии. Итак, у вас будет пример этого списка. У вас он есть в первом файле. Можно его скачать и посмотреть. И сейчас давайте, как это все делается в... Если вы создаете с нуля, у вас еще ничего нет, а вы только создаете список. То есть, первое, вы, естественно, создаете папочку, где вы все будете хранить. Называете ее интернет-магазин. Вот. Здесь создаете папочку для изображений и папку для списка товаров. Наполняем наш список товаров. Так вот. И дальше из какого-нибудь исходника, я брал этот сайт Кешка, можно брать, откуда вы планируете наполнять свой интернет-магазин из соответствующих источников. И заполняем. То есть, название, цены, описание. Название, цены, описание. И таким образом вы составляете список. Список ваших товаров, которые вы разместите в интернет-магазине. Это первое, что необходимо. Когда этот список есть, вы его можете или самостоятельно вносить в интернет-магазин, либо отдать уже фильмы фирме, специалистам, для того, чтобы они размещали его в интернете. Но это основное, что очень важно. Чтобы вы имели структуру интернет-магазина, что же там размещать. Потому что часто сделан интернет-магазин, ой, а что там размещать. Так все и забросил. Первое, все-таки подумайте, что же вы хотите продавать. Естественно, подготовьте к каждому изображению свою картинку. В данном случае немного товаров. Можно так, в идеале. Вы под каждый товар создаете свою папку и вкладываете в нее соответствующую картинку. Итак. Первое, что я бы хотел сказать. До PrestaShop у вас есть у всех по первой ссылочке. Вы можете сказать, скачать список интернет-магазин, список товаров. У меня большой вопрос, чтобы скачать этот файлик и заполнить одну строчку хотя бы из него. И заполнив эту строчку, вы пишите плюсик у нас в чате. То есть мы такую практику сразу составляем. Неважно, может быть реальный товар, может быть вымышленный. Смотрите сами. То есть давайте у нас минутки 2-3 на самостоятельную работу. То есть вы скачиваете файлик, внизу него, в списке товаров, добавляете свой товар и пишите плюсик. Дальше я скажу, что сделать. Мы сегодня поработаем, будет очень интересно. То есть вы посмотрите не только про себя, но и про других. Сейчас я в чат скину еще раз ссылочку. Вот сюда. Премьер файла для создания каталога товаров. Отлично. Я смотрю, процесс идет. Я надеюсь. Давайте так, кто работает, кто скачал, ставим буковку S, чтобы видно было, как вы работаете. Вот так у нас минута молчания. Все заняты. Отлично. Yes. Работаем. Заполняем. То есть придумываем. Либо дополняем еще один товар, Ешка. Да, мы заполняем свое, при этом мы сделаем такой товар, что мы сделаем такую технологию, что каждый увидит со временем этот товар, но об этом чуть позже. Что бы вы хотели предложить людям? Придумайте. Не обязательно, это вот 100% продающийся товар. Кто там? Постепенно подключается. Мы сейчас по ссылке, вот она вверх у чата есть, Ешка StudentPP.ua, iShop. Мы скачиваем первый файлик и в последнюю строчку заполняем свое предложение. Отлично. Давайте еще чуть-чуть буквально 15 секунд подождем. Кто сделал, напишите ОК. Следующий шаг у нас небольшой такой мы делаем. Пункт 3. Пункт 3. Предложение товаров. И из того, что вы предложили, заполните построчно. То есть первую строчку, вторую строчку, третью строчку и так далее. Так, чтобы можно было, чтобы вы заполняете эту табличку и видно, да, вот у нас появились предложения товаров. Только у меня большая просьба, сначала мы пишем номер, да, пишем там 1, а потом начинаем заполнять. И тут, если уже поставлена единичка, то вы уже не заполняете в этой строчке. И тут, если уже поставлена единичка, то вы уже не заполняете в этой строчке. Сейчас смотрим. Так, там... Большая ошибочка, попробуйте еще раз заполнить. Да, уже можно. То есть и начинаем писать. То есть сначала ставим номер, забиваем себе строчку, да, а потом пишем уже описание. То есть ставим 3 и уже и пишем. То уже поставил номер, да, следующий ставит, чтобы не писать там, где уже заполнено. Кто-то попытался на единичке написать. Не надо. Единичка уже занята. То есть если там уже заполнено, в той строчке, на которой вы хотите писать, уже что-то записано, не пишите. Не пишите. Пишите в пустой. Иначе вы будете пересекаться друг с другом. Да, такая интересная. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... заполнять, если вы заходите по ссылке Eska Student PPUA, это номер 3 ссылочка, я сейчас ее еще раз сброшу в чат Хорошо Я надеюсь, все, кто хотел, все заполнили То есть мы попрактиковались как? Вот таким вот образом, по сути, вы и заполняете, если вы готовы разместить информацию в интернет-магазине, вы ее размещаете, и вот мы сделали первый шаг к этому, то есть вы попробовали, когда вы разместили эту информацию дальше вам не важно в какой CMS ее размещать Преста, Shop, Wordpress на Prom.ua или на любом другом агрегаторе товаров это уже не принципиально, и сейчас давайте посмотрим как же все-таки создавать интернет-магазин на PrestaShop Вот еще пару слов, да, давайте хорошо, чуть позже Первое, что нам нужно установить PrestaShop, prestadev.ru это адрес адрес для скачивания русской версии интернет-магазина соответствующую, то есть скачать скачиваем последнюю версию вот она у нас скачивается мы ее вот в загрузках видим дальше переходим на наш хостинг в предыдущих вебинарах мы рассказывали, как регистрировать хостинг на хостинге обыкновенном, ну, равно как и на любом другом хостинге, то есть это наша панель управления хостингом хостинг, это там, где лежат наши файлы для наших сайтов заходим и в блоке управления файлами в блоке управления файлами здесь папка http.docs создаем новую папку под названием PrestaShop создали эту папочку теперь в нее мы загружаем скачанный архив который мы загрузили с соответствующего сайта вот мы загружаем его и распаковываем вот распаковать нажимаем далее, когда мы распаковали его мы его распаковали в папку PrestaShop если вы зайдете сейчас на сайт ешка студент в папочку PrestaShop то вы увидите результат который который мы в процессе сегодняшнего вебинара получим то есть вот сюда это результат итак мы зашли в папку нажали зашли по адресу ешка студент PPUA slash PrestaShop и у нас перед нами вот так вот выглядит страница установки мы выбираем я согласен с условиями и нажимаем далее 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 мы настраиваем подключение к базе данных оставляем localhost ставим имя базы данных iConnect ну в данном случае это у меня то которое у вас вы при зарегистрации определяли и нажимаем вводим логин пароль и нажимаем далее выбираем тип установки полная вот здесь вот небольшой секрет если вы ставите PrestaShop если вы ставите PrestaShop хорошо я чуть помедленнее буду если вы ставите PrestaShop ставите полную полную установку для того чтобы он сразу установил тема демо режим уже наполнил интернет магазин товарами уже были определенные категории и уже все основные модули были подключены потому что если вы этого не сделаете то у вас будет пустая страничка то есть только будет логотип и вам будет очень сложно настраивать интернет магазин так когда будете профессионалом это можно будет делать а сейчас обязательно используйте полное итак выбираем полное и нажимаем далее перед нами страница для конфигурации магазина мы вводим название магазина вид деятельности и страну прочее выбираем Украину можем загрузить логотип мы сейчас не будем его трогать выбираем что это не каталог и выбираем свои учетные данные нажимаем далее все на самом деле установка интернет магазина закончилась мы установили все необходимое для того чтобы интернет магазин наша работа у нас внизу мы можем перейти в сам интернет магазин и перейти в панель управления сейчас мы посмотрим интернет магазин нет сейчас мы перейдем сразу в панель управления и сервисная команда нам говорит о том что нам нужно удалить директорию install и переименовать директорию admin мы это все сделаем сейчас так первое мы удаляем директорию install ставим здесь крестик раз ее уже нет и вот директорию admin переименовываем в admin.es заходим по адресу admin.es и дальше мы попадем в наш в наш вход в административную панель вот вот так вот наш выглядит демо магазин то есть у нас уже созданы категории у нас есть определенные товары у нас есть реклама информация базовая страничка главная есть и то что мы последнее добавлено список товаров последних добавленных естественно настроена корзина можно оформить заказ то есть все это работает давайте небольшая пауза если вопросы задавайте сейчас немножко прокомментирую для чего вебинары что мы делаем по сути чтобы вы создали свой интернет магазин вам нужно увидеть как это делается шаг за шагом потому что если вы пытаетесь это делать самостоятельно это достаточно много усилий сложности трудностей и часто упирается в какие-то элементарные вопросы потому что вы не видели как это доводится до результата а сегодня мы пройдем по всем основным элементам установка изменение товаров изменение товаров изменение валюты изменение условий доставки оплаты мы все это рассмотрим и дальше вы уже самостоятельно на основе этой презентации можно посмотреть будет слайды либо уже готового вебинара который будет после выложен так у меня через 2-3 через какое-то время через 2 дня вы сможете еще раз спокойно пройтись по этим заданиям и установить свой интернет магазин по поводу домена в первом вебинаре который есть на Ешка на вебинар Ешка можно посмотреть как создать свой домен и подключить его к хостингу это первый вебинар который имеет смысл посмотреть да, можно будет скачать для опоздавших через 2 дня будет готова запись так, поехали дальше вопрос такой скажем так, да пару слов нажмите плюсики понятно, все нормально или есть вопросы то есть, или так продолжаем в этом же темпе в принципе понятно отлично хорошо, поехали дальше мы вводим наш интернет-магазин изменения демо товаров темп то есть у нас это можно будет расписать то есть это будет вот та презентация которая у вас есть вы ее сможете пролистать самостоятельно и пройтись по ней у каждого каждый заголовок описывает что нам нужно делать плюс будет чек-лист он будет в рассылке через 2-3 дня если вы подпишетесь на Ешка.ua в рассылку то там будут все задания пошагово вот как задавать список товаров мы сейчас и посмотрим то есть это делается через админку то есть мы что сделаем мы заходим и вот в каталог появляется блок категории мы видим уже созданные категории айпода, аксессуары, ноутбуки это то что у нас в демо товарах для того чтобы заменить их на свои мы их редактируем вот здесь вот кнопочка редактирования в данном случае мы редактируем их под как бы под Ешка мы берем название из айпадов делаем курс английского изменяем название изменяем изображение подгружаем свое изменяем человекоподобной ссылку и нажимаем сохранить вот у нас курс английского появились также делаем с курсами немецкого курса немецкого вот у нас появились курсы немецкого и дальше изменяем товары которые в этих категориях берем, копируем нашу заготовку для чего мы ее кстати и делали вот и копируем в информацию о товарах вставляем название вставляем цену вставляем описание короткое и длинное, расширенное вот и сохраняем далее нам нужно пойти в блок изображения вот видите их 8 до этого было в демо товаре мы заходим удаляем все вот это вот и добавляем свой свое изображение которое заранее заготовили нажимаем сохранить и вот у нас уже готовый первый товар также делаем со всеми остальными товарами которые мы подготовили то есть английский для начинающих и так далее описание вставляем изменяем изображение и вот у нас уже несколько товаров готовы к тому что продавать чтобы их можно было покупать в нашем интернет-магазине дальше настраиваем интернет-магазин то есть мы видим сейчас вот только категории поменялись например у нас валюта, рубли и пока что оформление не совсем соответствует языковым курсам и производитель у нас тоже еще пока Apple а не Ешка и так производители есть категория в настройках магазина производители вот каталог производители и вот Apple мы заменяем на Ешка меняем имя загружаем логотип вот у нас появился производитель Ешка Шур мы просто удаляем и так у нас есть производители связанные с товаров с товарами изображения вроде бы практически многое сделано а дальше мы уже работаем с оформлением своего интернет-магазина то есть модули меняем его потому что его нужно правильно оформить итак модули рекламы это маленький блочок по которому выводит например рекламируемый кокс который мы хотели бы чтобы у нас чаще покупали выводится картинка и ссылка на страницу товара итак вот блок рекламный мы нажимаем его настроить сейчас нужно уловить общую картинку а дальше вы сможете скачать полную презентацию и уже посмотреть более крупно выбираем файл который хотим заменить вот здесь какой-то мониторчик нам нужно изображение курса сюда раз вставили и копируем ссылку с того курса который мы рекламируем вот эту вот ссылку копируем вот ее вставляем вот сюда то есть у нас есть изображение есть ссылка и нажимаем подтвердить так вот у нас реклама и нажав на нее мы попадем на рекламируемый товар вот то есть таким образом мы будем настраивать и изменять сам внешний вид интернет магазина далее нам необходимо изменить текстовый вид главной страницы чтобы на ней можно было редактировать потому что там пока что реклама еще осталась от электроники для этого зайдем в блок текстовый редактор главной страницы нажмем настроить изменяем текст изменяем картинку вот и сохраняем вот мы получаем вот такую вот картинку собственно то что вы и видели в ваших в итоговом разделе интернет магазина осталось что для того что наш интернет магазин работал нам нужно изменить его валюту что для этого нужно мы должны зайти настройки дальше валюты здесь у нас три валюты евро доллар и рубль и мы должны добавить гривну естественно удалить все остальное валюту называем гривна название UH UH гривна код валюты код гривны 980 символ гривны текущий курс 1 чтобы цены не пересчитывались от рубля метод форматирования то есть сама валюта становится после цифры и статус ставим включить вот появилась гривна ставим ее валютой по умолчанию и вот мы видим что у нас появилась гривна и цены появились в гривне это очень хорошо для нас у нас появился магазин в гривне дальше все остальные валюты мы просто удаляем выбираем и удаляем все осталось только гривна и в нашем интернет-магазине есть только гривна отлично следующий шаг который конечно же всех интересует если мы создали интернет-магазин как будет покупаться товар вот хотелось бы спросить первый вопрос кто-нибудь когда-нибудь покупал то есть те кто на вебинаре товары в интернет-магазине отлично то есть у нас yes ну смелко что-нибудь придумаем не знаю пока пока такая технология с креншотами в основном да ну естественно перед тем как вот вы создали интернет-магазин перед тем как его запустить нужно самим проверить продается оно или нет вот для этого вы просто тестируете сам интернет-магазин я не думаю что для этого это будет новинка нажимаем добавить в корзину нажимаем оформить если мы первый раз нажимаем регистрация появляется поле для регистрации мы вводим свои данные нажимаем сохранить вперед и таким образом соглашаемся с заказом выбираем способ доставки способ доставки соглашаемся с условием предоставления услуг так и у нас появляется финальное наше окно но в данном случае мы выбрали там курьер мы бы хотели скажем не совсем курьер сделать так чтобы это мы доставляли наши товары через новую почту как один из способов экспресс-доставки для этого нам нужно зайти опять же вернуться на стойки интернет-магазина блок пересылка способ доставки способ выработки убрать там поставить нолик и выбрать не курьер а чтобы можно было поменять на новую почту заменяем новая почта время доставки 1-3 дня сохранить и тогда в условиях доставки если мы вернемся на шаг назад появляется новая почта соответствующей ценой вот минимальная для доставки и пересчитывается заказ то есть мы немножко изменили настройки магазина изменили то что будет отображаться нашим покупателям вот нажимаем на кнопочку оплатить как выбрали при получении наличными не подключая внешних интернет-систем оплаты то есть не приват 24 не веб-мани вот собственно наша покупка товара осуществлена то есть дальше мы хотим мы должны подтвердить наш заказ и тогда наш заказ попадает в админку вот в административной панели вот мы видим данные нашего заказчика то есть мы видим кто и дальше когда мы заходим внутрь мы видим когда поступил заказ мы можем посмотреть куда нам нужно отправлять новая почта информация о заказе вот то есть если мы например оплатили или там уже доставлен товар мы выбираем статус доставлен чтобы не путаться доставлен товар только принят или идет в процессе ожидания оплаты нажимаем изменить товар доставлен и дата время когда он доставлен скажем сохраняется в каждом товаре информация о текущих событиях адрес вот куда доставлять хорошо первая часть вторая часть нашего вебинара в принципе подошла к концу вопрос скажем так кому понятно есть ли какие-то вопросы задавайте о данной части понятно ли как создавать интернет-магазин что-то еще нужно и какие дополнительные вопросы можно рассмотреть самостоятельно или на какие вопросы нужно ответить может быть более глубоко расширить как можно скачать вебинары ну их можно пока только посмотреть и так давайте по очереди я буду отвечать постепенно как настроить скидку ну просто shop сам он позволяет изменять цену в процессе и выставлять вот здесь покажу при добавлении товара вернусь при добавлении товара можно выставлять что это товар со скидкой это вот и вот здесь вот видите отображать иконку распродажа если вы нажмете то как бы на товар получается скидка в данном случае просто вот такой скидочной цены здесь не предусмотрено то есть мы меняем в процессе цену на сам товар вот это вопрос по скидке как самому создать такую систему то есть по сути вы смотрите первый вебинар на ней рассматривается как ставить домены хостинг устанавливать на него wordpress и таким же образом начало этого вебинара посвящено установке просто shop к вам на хостинг то есть этого вполне достаточно первый и этот и вы сможете установить просто shop у себя нет выставят по привязке курсов то есть вы выставляете вручную потому что скажем автоматическая привязка это нужно дополнительный модуль это возможно но это скажем уже усложнение а так вы это делаете вручную сами ставите какой на сегодня курс потому что не всегда курс он идет по нацбанку ну это один из вариантов в данном случае да в основном большинство интернет магазинов в украине работают как приходит заказ вы оплачиваете через с вами связывается менеджер он либо сбрасывает вам номер карты либо при заказе у вас есть вы оплачиваете и вам высылают это вариант 1 либо вариант 2 когда уже автоматически мерчант мерчант это способ связи вашего интернет магазина и платежной системы подключается к вашему интернет магазину и он при оплате сразу выставляет счет и вы там вводите свою карточку и оплачиваете вот но это более сложные системы не так просто их настроить скажем так нужна специальная услуга от приватбанка мерчант хотя это достаточно несложно нужно просто пойти в сам приватбанк и сказать что вам нужна такая услуга и дальше они вам подключат вот то есть если такая нужна опять же пишите на iConnect обычно отправка идет не совсем так то есть вы оплачиваете потом вам отправляют товар и вы его приходите забираете оплачивая за доставку то есть в основном вот чаще всего так это самый простой способ вот более сложный способ когда вы оплачиваете например полную сумму доставки и поставщик оплачивает услуги новой почты и самый сложный вариант когда вы сразу оплачиваете все и вам просто приходит в соответствующее отделение письмо скажем так это первое занятие это раздражает если какая-нибудь упрощенная система но вы не сможете отправить покупателю товар если он не зарегистрировался если вы не знаете его адреса вот при регистрации вы можете конечно записать все что угодно но это необходимо иначе куда вы будете отправлять товар тут в основном безопасность продавца может кого-то это раздражает но вы приходите вы заказываете доставку товара вы должны сказать куда вам ее доставить и кто придет за получением для этого нужно имя фамилия и причем еще и полокупатель должен получить код отправления требования к артим как таковых нет они будут выставляться по факту конкретного интернет-магазина то есть если какое-то ограничение есть в админке то оно есть ну скажем так не больше чем 600 на 800 или 1000 24 на 768 чтобы влазило в экран потому что больших не особо нужно хотя можно и 2-3 тысячи ставить потому что интернет-магазин в основном обжимают картинки ставят миниатюрки вот поэтому ну и она должна быть качественной соответствовать товару все остальное в принципе на ваше усмотрение партнерские программы партнерские программы можно создавать и в просташопе тоже если не ошибаюсь это возможно но это такой скажем уже более сложный вопрос когда вы даете ссылку да и по ней переходят то есть нужно подбирать информацию по партнерским программам вот эти вопросы которые есть если вы еще задаете на e-scope.ua я постараюсь осветить на сайте через какое-то время можно размещать электронный продукт и просташоп это позволяет вы просто указываете вот видите здесь электронный товар как раз нужна нужна картинка вы электронный товар ставите здесь появляется форма загрузки вы загружаете этот товар и при оплате вы его можете скачать в основном к электронным товарам уже подключаются то ли вебмани то есть электронные деньги то ли приват24 для того чтобы это можно было автоматически делать без менеджера это одна из самых таких интересных схем когда вы ваш интернет магазин вообще торгует без участия человека с электронными товарами это возможно с реальными нет потому что кому-то нужно отправить этот товар пойти на новую почту и отправить все зависит от конкретного интернет магазина и конкретного хостинга чем быстрее хостинг тем больше товаров вот такие бесплатные системы управления они там ну может быть тысячи полторы тысячи товаров имеет смысл больше уже имеет смысл создавать специальные системы скажем так на заказ хотя в принципе вот так чтобы уже глобально тормозился интернет магазин если это все каталогизировано и в каждой категории не так много товаров этого будет вполне достаточно и там на полторы тысячи может быть даже на две если у вас сто тысяч позиций большой-большой магазин имеет смысл либо ну выделенный сервер есть такая услуга она около 80 гривен в месяц стоит может быть 100 по-разному и то есть вам выделяется отдельный сервер без каких-то других то есть вы только один на сервере и вам гарантируются ресурсы с другой стороны тысяча товаров это еще ну сто тысяч товаров это еще не показатель у вас может быть совершенно не быть посетителей вот если там один-два посетителя то нагрузки в принципе не будет можете на любой хостинг устанавливать а вот если тысячу товаров и там десять тысяч посетителей в день то у вас по идее продажи будут соответствующие вы можете задержать нужный отдел по обеспечению бесперебойной работы вашего интернет-магазина чтобы он эффективно работал потому что эта задача уже не любительская вы с ней сами достаточно сложно справиться нужны специалисты в этом вопросе специалисты вопроса нагруженных систем то есть в создании интернет-магазинов и они уже вам подскажут хостинг потому что лучше так как те кто у кого заказываете интернет-магазин чтобы они вам и советовали хостинг так надежнее потому что они знают какой хостинг с их программным обеспечением лучше совместим да несколько хостингов вполне хватит это не такую большую нагрузку на интернет-магазин в данном случае используют бесплатный хостинг то что вы видите это H.O. хостинг обыкновенный можно тоже написать вот здесь можно взять бесплатный хостинг вот если вы видели мы удаляли несколько изображений товара вот и там в простошоп это доступно можно загрузить и несколько изображений товаров и есть свойства товара которые вы можете добавлять сейчас не подготовлена самопрезентация это доступно при выборе можно выбирать цвет то есть можно выбирать цвет конкретного конкретной помады или конкретного товара в данном случае изначальный даже по умолчанию вот при постановке простошопа там стоит цвет цвет аудиоплеера и вы можете его выбирать и это доступно и это удобно хорошо я смотрю вопросы закончились очень приятно что их было достаточно много какой бы вопрос сейчас хотелось бы задать и предложить немножко так поэкспериментировать допустим вы создали интернет-магазин дальше вам нужно выбрать платежные системы какие платежные системы бывают и на что имеет смысл ориентироваться то есть я рекомендую использовать следующее первое если вы отправляете наложен электронной укрпочтой то в новой почте тоже есть такая услуга есть такая услуга наложенный платеж что это означает вы отправляете товар человек при получении оплачивает его и дальше эта сумма возвращается к вам соответственно в отделение отправления это первый вариант наложенный платеж второй вариант это когда вы оплачиваете допустим карта приват банка любого другого банка то есть вы по банковским системам оплачиваете и третий вариант это вебмани или яндекс деньги то есть когда вы в автоматизированной системе оплачиваете нужную услугу вот сейчас я бы хотел да это первый вариант выбор вопросов оплаты и во второй вариант выбор вопросов доставки то есть здесь тоже два в основном принципа в принципе два основных варианта это курпочта когда вы отправляете по почте это чуть-чуть дольше чуть-чуть дешевле и менее надежно служба эксперт доставки соответственно это чуть-чуть дороже чуть-чуть быстрее и надежнее вот хотя теряются и там и там но эксперт доставки это меньше теряется при этом если вы отправляете скажем отправление с объявленной ценностью то если это декларируете дополнительная услуга она оплачивается но если теряется такое отправление то соответствующая компания или почта или эксперт доставка возмещает вам убытки это два сейчас хотелось бы какое-то такое задание допустим вы заказали в интернет-магазине или ваш клиент заказал в интернет-магазине и вы хотите доставить собственно товар к себе домой выберите первое задание такое практически выберите чем вы хотели заставить укрпочтой или новой почтой и скажем так определить какое отделение вам будет удобно и посмотрите в тот файле который вы скачали с списком списком товаров там есть вторая закладка заказа и внесите себя в этот заказ то есть там номер один я себе показывал вы внесите номер два дата заказа время заказа номер товара какой у вас в интернет-магазине название цена чтобы вы купили вот для этого вам нужно сейчас зайти в поисковик яндекс или гугл и выбрать для себя ближайшее отделение новой почты давайте новой почты или укрпочты посмотрите какой он ближайший укажите его и напишите то есть как бы вы если бы вы заказывали вот файл мы скачивали в начале нашего вебинара пример файла для создания каталога товаров сейчас я покажу откуда скачать вот отсюда там есть вторая заказка именно заказы если самовыз нажмите самовыз наберите самовыз то есть этот файлик нужно заполнить это раз написать что заполнили и второе его загрузить дальше там есть пункт 2 страница для загрузки файлов вот чтобы было посмотрев что вы отработали можно было проконтролировать чтобы у нас на этой страничке было вот такие файлики с информацией вы там должно быть одно это один товар который вы предлагаете и информация у вас как о заказчике то есть можно подробно не писать если вам там неудобно писать email или телефон это не обязательно но нужно попрактиковаться чтобы вот те слова которые я сейчас говорю там о PrestaShop они все-таки были связаны с делами скажем PrestaShop вы за одну минуту не сделаете а информацию о себе или о заказе вы вполне сделаете это вариант 2 и вариант 3 вы можете сейчас зайти на вот созданный в процессе подготовки этого вебинара PrestaShop и заказать любой товар вот давайте тогда еще такую дополнительный бонус сделаем кто собственно первый закажет вот здесь товар любой собственно получит от меня бонус я свяжусь индивидуальную консультацию 30 минут вполне можно в виде бонуса предоставить можно в комментариях товаров написать вопрос который бы вы хотели чтобы с вами можно было светить то есть мы практикуемся как бы это реально было в ваших товарах при этом обратите внимание я так вас мотивирую используя определенные такие дополнительные возможности это иллюстрирует вопросы продвижения то есть если вы не просто покупаете товар а за ним стимулируете к быстрой работе к сиюминутной продаже и какими-то дополнительными поощрениями то это позволяет увеличивать продажа обязательно когда вы создадите свой интернет магазин подумайте чем вы будете стимулировать свой спрос эта тема уже не этого вебинара а следующих вот но вот посмотрите как это работает то есть если вы заинтересованы вы будете заходить заказывать покупать кроме просто shop есть еще два варианта которые я бы рекомендовал это opencart называется интернет-магазин opencart и плагин woocommerce для wordpress сейчас я напишу вот woocommerce для wordpress мы рассматривали в прошлом вебинаре можно будет посмотреть в записи прошлого вебинара и собственно посмотреть как это делается так давайте смотрим кто-то заказал у нас или нет чем отключать OpenCard. OpenCard он немножко стабильнее, чем PrestaShop, но он, скажем, менее красочен. То есть, если вы фирма по разработке, то лучше выбирать OpenCard. Если вы человек, который создает интернет-магазин один раз, то лучше выбирать PrestaShop, он более красочный. Так, у нас появился... Нет, еще заказов пока не появилось. Но регистрация уже есть. По лицензионной... Лицензионная в смысле свободно распространяемая. По лицензии GNU-GPL вы можете использовать для своей деятельности. То есть, вы не можете перепродавать, а создавать интернет-магазин и не можете. Так, возникла внутренняя... Ну, разберемся с внутренняя ошибка. Кто зарегистрировался, уже видно. Сафронова Татьяна у нас победитель по скорости. Да. Видимо, ну вот то, что я говорил, просто бесплатного сервера для интернет-магазинов, они не очень удачные. То есть, это в данном случае скорее такая обучающая сейчас, обучающая вебинар. Потому что если вы уже что-то связано с коммерцией, то, конечно, заказывайте платные ресурсы. Потому что бесплатные там... Никто не отвечает за их работоспособность. Вот. Что же касается там подробностей, вот я рекомендую здесь, на этой страничке. Если вы отправите сообщение, то я подпишу вас на рассылку, в которой освещаю иногда. То есть, периодически сообщение о... Ну, во-первых, я вышлю в ней, скажем так, эту презентацию. Список заданий, которые нужны по данному вебинару. И какая-то информация, где лучше купить хостинг, тоже в этой рассылке буду высылать. Можно менять. Есть готовые дизайны, вебинкарты в PrestaShop. Их можно скачать и в WordPress, можно скачать на соответствующих сайтах и менять без изменения там количество товаров. Вертест бесплатный, да. Хорошо. Вот, в принципе, большую часть вопросов, практически все вопросы мы рассмотрели. Если есть вопросы, задавайте. С радостью их отвечу. Пишите по вопросам контактов. Если есть вопросы или какие-то пожелания следующего вебинара, тоже пишите. Очень-очень прошу вас, если есть желание получить материалы, зарегистрируйтесь в разделе «Контакты». Я вышлю данную презентацию и чек-лист, то есть список дел, которые вы должны сделать, чтобы сделать интернет-магазин. Ну, и периодически высылайте те или иные информации о создании интернет-магазинов и сайтов. Задавайте по ходу в Ешка Student PPA. Вот здесь. Здесь или на сайте? Где взять? Вы вначале видели сайт PrestaDev. Это для PrestaShop. Вот здесь есть раздел «Модули и шаблоны». Вот здесь, по-моему, здесь они платные. Что-то есть бесплатное, что-то платное. Вот, то есть, с одной стороны. С другой стороны, можно в поисковике задать бесплатные шаблоны на PrestaShop. Для WordPress они больше бесплатных. Для таких OpenCart и PrestaShop чуть меньше. Ну, через поисковик они вполне доступны. Хорошо, у нас подходит вебинар к концу. И я вас очень прошу поделиться впечатлениями от вебинара. Что было хорошего, что, может быть, рассмотреть, дописать в рассылке. И тогда я это сделаю. Хорошо. Большая благодарность за то, что вы поучаствовали в нашем вебинаре. У нас сейчас 4 минуты. Если что, задавайте вопросы. Да, очень рад, что вы получили. Это получилось, и вебинары специально не концентрированы для того, чтобы, скажем так, загрузить информацией. Но я старался сейчас не быстро это делать, чтобы вы понимали, шаг за шагом могли смотреть. Вот это ссылка, где можно посмотреть записи предыдущих вебинаров. Не знаю. Может быть, через один, там мы уже запомнировали следующий вебинар. А через один, может быть, мы рассмотрим, ну, может быть, Joomla коротенько пройдемся. Ну, в сравнении с другими CMS-ками для работы, ну, тоже можно, почему бы и нет. Хорошая идея, может быть, у нас будет новая система информационная, и тогда можно будет выполнять пошаговое задание, чтобы вы на вебинаре играли и работали. Ну, здесь, скорее, наверное, нужно подтверждать участие заранее будет, что вы будете, и тогда можно будет там, делай раз, сделали все вместе, делай два, сделали все вместе, может быть хостинг отдельно. Ну, скажем так, пишите, и чем больше будет активности в письмах, тем больше возможности осветить именно ту тему, которую именно вы хотите. Ну, скажем так. Следующий вебинар, он через месяц будет, анонсы на сайте вебинара Ешка и в рассылке в Ешковске, тоже, наверное, в рассылке, наверное, за неделю. Хорошо, большое спасибо всем за внимание, буду рад видеть на следующих вебинарах по мелкоте. Подписывайтесь на сайт на сайт Ешка PPUA, а я вышлю вам презентацию, вы сможете увеличить и спокойно посмотреть. Большое спасибо всем до свидания, успехов!